Здравствуйте, друзья! Я Игорь Растрыгин. Я продолжаю обзор новинок, мою коррекцию по московскому Динамо. Сегодня я был на почте, получил несколько посылок и заказных письм. Посмотрим, что мне прислали на этот раз. Обычно летом, когда уезжаю в отпуск, накапливается на почте несколько сразу интересных посылок. Сегодня то же самое. Вижу, что уже это программки московского Динамо сезона 2017-18, скорее всего. Ну, посмотрим. Программка с первого матча этого сезона Динамо-Москва-Спартак. Отличная игра, эпическая концовка матча, счет 2-2. Помните, как Ташаев забил на последних секундах матча. И вторая программка, это Динамо-Урал. 0-1 уступили, разочарование. Программку, естественно, в коллекцию я себе беру. Смотрим дальше. Немножко уже вскрывал на почте. Посмотрим, что здесь. Аккуратненько. Не повредит ничего. Запечатано тоже очень цивильно. Так запечатают настоящие коллекционеры, потому что понимают, что любое повреждение в дороге, по пути, может снизить ценность коллекционного продукта. Итак, посмотрим. Это карточка. Карточка Доминика Граника. Тираж всего 6 штук. Это карточка с буквой. На ней изображена буква с формы Граника. То есть, вырезан кусок формы и вставлен вот в такую красивую картонную оболочку. Буква Г. Первая буква. Это особо ценно для коллекционера. Карточка очень редкая и дорогая. Следующая карточка из той же коллекции должна быть. Да, всё правильно. Это Лео Комаров. Буква В. Седьмая буква, последняя в его фамилии. То есть, это тоже буква с формы Лео Комарова. На спине написана была его фамилия. Отрезали кусок и вставили вот в такую вот картонную оболочку. Очень редкие, дорогие карточки. Наконец-то я их получил. Из этой коллекции, это золотая коллекция 2012-2013. Из этой коллекции у меня ещё порядка четырёх букв. Мне надо таких найти. Буду искать. Ну, а так, прекрасные. Это реальные раритеты в мою коллекцию. Смотрим дальше. Хорошая прокурка. Прокурка. Аккуратно. Нигде не прорез. Вот так вот. Наконец-то. Вижу, что пришла мне программа, которую я давно искал. Тоже странно, что у меня её нет до сих пор. Упустил я как-то её в своё время. Потом, когда я её увидел в продаже за 400 рублей, в четыре раза дороже номинала, собственно, я её покупать из принципа не стал. И потом уже недавно достал по нормальной цене. Вот. Собственно, я её и получаю. Это программка 2012 год. Динамо Москва. Терек Грозный. На обложке небезызвестный бокал. Очень случайный футболист в составе Динамо. Смотрим дальше. Кстати, насколько я помню, эта программка закрывает у меня сезон 2012-2013. По-моему, последняя из тех, что мне нужно делать. Буклет Льву Яшину 60 лет. Много было выпущено к этой дате разных изданий печатных. Насколько я понимаю, вот эта вот последняя из тех, что были, которая мне нужна была. Наконец-то я её достал. Хороший, интересный буклет о великом динамовском футболисте. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот здесь я даже не представляю, что здесь лежит. Так много всего. Что с памятью моей стало? Ммм, книга. Вспомнил. Теперь вижу. Раньше я покупал любые футбольные книги. Думал, буду их собирать в свою библиотеку. Потом я переключился исключительно на московское «Динамо». Сейчас такой смешанный вариант книги будет, где не только о «Динамовце» книга, но и о других футболистах, других клубах. Но всё-таки какой экспонат я в свою коллекцию решил купить. Здесь серия «Жизнь замечательных людей», «Гвардия советского футбола». И в этом издании описывается биография звёзд футбола советского, так вижу, начиная с 40-х до 60-х годов. И, естественно, здесь меня интересуют три «Динамовца». Это Михаил Якушин, это Константин Бесков и Лев Яшин. О них в этом издании отдельные очерки присутствуют с фотографиями и наверняка довольно занимательным, интересным рассказом. Такая книга. Ну и на закуску, как говорится, с насладкая, вот эта вот посылка. Я его раскрыл на почте, чтобы посмотреть, что там внутри немножко. Ну, вскрывать до конца не стал. Предполагаю, что здесь такое. Об этой вещи в интернете писали так, что её никто почему-то не покупает, а вещь ценная. И один из людей, который ВКонтакте обсуждал этот материал, сказал, что её может купить за эти деньги только расстройки. То есть я. Но, как ни странно, я нашёл ещё дешевле. Вот. Причём значительно дешевле, чем предлагалась ВКонтакте эта вещь. И вот, наконец-то, я её получил. Посмотрим, что это. Упаковка шикарная, но мы договаривались с продавцом об этом. Потому что здесь стеклянная рамка. Я думаю, одна из самых, один из самых интересных и, скажем так, значимых в моей коллекции будет экспонатов. Великолепные рамки. Динамовская синяя рамка. Это постер Александра Овечкина с его настоящим оригинальным и сертифицированным автографом. Вот. Здесь на обратной стороне даже сертификат написан. Тут, правда, рамка, естественно, но есть сертификат, что этот автограф подлинный. И когда-то вот Russian Ice, это компания, которая делала хоккейные карточки, видимо, в рекламных целях или в каких-то ещё выпустила вот такой постер-плакат, когда Саша Овечкин ещё играл в московском «Динамо». Ориентировочно это год 2003-2002 год выпущен этот продукт. Ну и продавец ещё вдобавок уместил этот постер в великолепную рамку. Конечно, честно говоря, у меня сейчас даже немножко трясутся руки, потому что давно я хотел это иметь в своей коллекции. Ну и на этом всё. На сегодня смотрите мой канал «Болейте за московское «Динамо»» и коллекционируйте предметы, связанные с московским «Динамо». Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok